Завтра в два раза повышаются тарифы на тепло. Это связано с ликвидацией так называемого перекрестного субсидирования в нескольких муниципалитетах республики. Вместе с тем решено оказать поддержку населению. Кто на нее может рассчитывать в следующем материале. В первую очередь необходимо дождаться счет фактур за август. Субсидии обязательно получат все, кому она причитается по закону. Информация о том, куда обращаться и с какими документами казанцам придет вместе со счет фактурами за август. Тем, кто уже получает субсидии, начислят автоматически. К пожилым и инвалидам придут на дом. Проблема может возникнуть, если кто-то в семье не работает и при этом не стоит на бирже труда. Если в семье есть трудоспособное, неработающее лицо, без уважительной причины, именно неработающее, к сожалению, заявление на субсидию от всей этой семьи принято не будет. Поэтому либо этот гражданин должен пойти и встать на учет в Бюро труда и занятости, то есть это сам факт, даже постановки на учет уже является уважительной причиной, либо он должен устроиться на работу. При расчете материальной помощи учитываются доходы за последние полгода. Оформлять субсидию нужно каждые 6 месяцев. За это время уровень доходов может вырасти. Если на каждого члена в семье приходится менее 10 тысяч рублей, то бюджет компенсирует все, что энергетики надбавят. При доходе от 10 до 20 тысяч компенсируется 75%. От 20 тысяч одного рубля до 25 – половину и до 30 тысяч четверть. Но если один человек живет в огромной трехкомнатной квартире, то возместят не все затраты. Лишь по социальному нормативу. На одного – 40 теплых квадратных метров, на двоих – 46. За остальное из своего кармана. Алмаз Хакимов, Альбина Батышина, Айдар Кунафин, Вести, Татарстан.